Во времена могучего Советского Союза выбора внедорожников и людей практически не было. Наверное, вы сможете сходу назвать только Ниву и УАЗ. И на этом всё. А между прочим, существовали и другие модели, с хорошей проходимостью и полным приводом, о которых мы сегодня и расскажем. Подписывайся на канал, пока идёт рекламная заставка, и мы сразу же начнём. Приятного просмотра! И начнём мы с ГАЗ-6173. История полноприводных советских автомобилей для людей, а не для армии, началась именно с этой модели. Хотя фактически это был военный автомобиль. Дело в том, что в отличие от всех других внедорожников, производившихся в стране в то время, этот обладал просто премиальным комфортом и даже имел жёсткую крышу над головой. Модель не боялась ни песка, ни дождливого грунта, ни снега. Более того, этот ГАЗ справлялся с буксированием прицепа, вес которого доходил до 700 кг. Чтобы приводить в движение данный автомобиль с полным приводом, установили карбюраторный четырёхтактный шестицилиндровый нижний клапанный двигатель с объёмом 3,48 литра, который выдавал 76 лошадиных сил. Расход топлива был заявлен на уровне 15 литров на 100 км, а максимальная скорость составляла 107 км в час. Синхронизировали такой мощный мотор вместе с четырёхступенчатой механической коробкой переключения передач. Данная модель являлась очень востребованной, так как могла ещё подвозить боеприпасы, а также личный состав. Вот только особенно в зимнее время очень недоставало отопителя. Всего было три модели кузова – седан, пикап и фейтон. Но из-за внутренних проблем и перестройки Горьковского автомобильного завода на другие автомобильные модели, производство 61 марки было остановлено. А вот первым послевоенным полноприводным автомобилем стал представительский Z110Ш, где буква «Ш» вероятнее всего обозначала штабной. Элементы полноприводного шасси повзаимствовали у американского военного Dodge YC. Но такой автомобиль Сталину оказался неинтересен. Зато Никита Сергеевич был совершенно противоположного мнения. Для него построили несколько экземпляров – с отечественной трансмиссией и шасси, а также увеличенным топливным баком. До наших дней дошёл парадный фейтон небесного цвета. А всего было выпущено не более 47 автомобилей. А вот первым массовым для тех времён полноприводным автомобилем стал ГАЗ М72 или «Полноприводная Победа». Этот автомобиль также можно считать первым в мире кроссовером, ведь несущий кузов легкового автомобиля ГАЗ М20 объединили шасси от внедорожника ГАЗ 69. По итогу получился седан с отличной проходимостью и огромным дорожным просветом в 210 мм. Эта модель производилась небольшими партиями с 1955 по 1958 год, а выпуск составил 4677 автомобилей. В основном они уходили лесникам. Сейчас встретить в продаже хорошо сохранившийся образец считается большой удачей, хотя есть несколько восстановленных до музейного состояния экземпляров. Интересен факт того, что первоначально конструкторы предложили назвать новый автомобиль «Родина». По легенде, узнав о том, Сталин спросил, что-то ли у них. И почём, ребят, «Родину продавать, думаете?» Конструкторы смутились. В ответ вождь предложил назвать новый автомобиль «Победой». На это мы порешили. Следом ГАЗ-22 4х4. На базе универсала ГАЗ-22 был создан полноприводный внедорожник, но информации по нему крайне мало. Некоторые источники утверждают, что он был сделан неким авторемонтным предприятием, а вовсе не самим Горьковским автомобильным заводом. Автомобиль был создан после установки кузова от ГАЗ-22 «Волга» на шасси ГАЗ-М72, а заказчиком был сам Леонид Ильич Брежнев. На нём ему было удобнее охотиться, но это лишь слухи, не подтверждённые документально. Двигаемся дальше. 410-й «Москвич». С 1957 по 1961 год московский завод малолитражных автомобилей выпускал полноприводные версии своих «Москвичей». Причём как в кузове седан, так и в универсальном варианте. Из всех вышеперечисленных внедорожников сейчас встретить полноприводные «Москвичи» вероятнее всего. Их было сделано больше 9000 копий. Многие из них дожили до наших дней. Автомобили получились надёжными, неприхотливыми и имели неплохую проходимость, которая ограничивалась лишь слабыми двигателями и высоким центром тяжести. И завершим мы наше видео «Москвичом-2150». В конце 50-х годов стало ясно, что современный внедорожник не может быть создан на базе легкового автомобиля. У него другие задачи, а значит ему нужен другой кузов. Таким образом, в середине 50-х на МЗМА спроектировали прототип внедорожника «Москвич-415». Сделав несколько серий прототипов с разными кузовами, в 1973 году был создан «Москвич-2150». Его агрегатная часть была унифицирована с моделью М2140, планировавшейся в то время к производству. Было создано два прототипа – М2150 с брезентовым и жестким верхом. Однако серийное производство так и не начали. Ну вот наше видео и подошло к концу. А мне, как обычно, интересно, на каком из этих кроссоверах ты бы сегодня погонял? Пиши быстрее комментарий, а также подписывайся на канал и ставь палец вверх, если понравилось это видео. С тобой был канал Проавто. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok